Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. В Петербургском государственном университете, да и вообще известном в экспертном сообществе. Преподаватель кафедры русского языка СПБГУ Светлана Викторовна Друговейко-Должанская. Здравствуйте. Здравствуйте. Я всех призываю подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, это нам очень помогает. По ходу программы я напомню и о том, как нам можно помочь с деньгами. Но давайте об этом все-таки немножко позже, а сейчас я хотел бы вот с чего начать. Вот то увольнение, о котором можно уже, наверное, говорить как о факте состоявшемся. Ну вот, что вы планируете делать дальше? Ну, во-первых, спасибо моим коллегам. Я после уже заседания комиссии по этике СПБГУ, которая состоялась уже почти две недели назад, получила очень много лестных предложений о работе. Да, и я с благодарностью их приму. Во-вторых, я, конечно, не могу согласиться с беспардонностью своего увольнения, ну, то есть вот с теми обстоятельствами, которыми оно было обставлено. Поэтому, хотя я еще в размышлениях нахожусь, но думаю, что я буду оспаривать это увольнение в суде. Для этого есть какие-то законные основания? Да, бесспорно. Мне все юристы говорят, с которыми я советовала, что для этого есть почти что бесспорные основания, потому что меня уволили, как написано в приказе и в трудовой книжке, за совершение аморального проступка. И этим аморальным проступком, как признала комиссия по этике, было несоответствие моей персоны условиям статуса универсанта СПБГУ. Хотя в объяснительной записке на этот счет я сообщала, что как раз перечислил все эти условия, может быть, это им тоже показалось сарказмом, что я как раз отстаивала честь университета за его стенами, что я как раз повышала свой профессиональный уровень, потому что за это время я стала там за последний год, ну, например, членом методического совета гильдии лингвистов-экспертов по документационным и судебным спорам. Это большая честь и спасибо коллегам. Кроме того, на заседании этой комиссии протокол, которые подписали якобы все 12 ее членов, в реальности присутствовали только пятеро. У меня нет иллюзий насчет того, что неприсутствовавшие семь заявят на суде о том, что их там не было, и что они не знали о том, что произошло. Это все люди пожилые, им всем глубоко за 80 лет. Но мне безумно жаль Киру Анатольевну Рогову, например, свою близкую коллегу-филолога, которая меня знает 40 лет и которая не была на этом заседании, и имя которой бесконечно получат в СМИ, как имя человека, подписавшего это безобразие. Хотя она наверняка даже не в курсе о том, что такое заседание происходило. Кроме того... Вы рассказываете совершенно удивительные вещи. Я поэтому не могу здесь не вмешаться и попросить вас об уточнениях. Я на всякий случай напомню слушателям, что поводом для заседания вот этой вот этической комиссии стало ваше выступление с критикой отзыва экспертов-лингвистов, вернее, эксперта-лингвиста и эксперта-политолога по делу художницы Саши Скочеленко, которая повесила антивоенные ценники в магазине. Вы раскритиковали, соответственно, после этого раскритиковали уже вас, причем на том уровне, за которым немедленно следует увольнение. Вы сказали, пятеро из двенадцати. То есть, по сути, на заседании не было кворума. Конечно. Как такое возможно? Ну, как такое возможно, я не знаю. Но оно было. Вот почему я и говорю о той беспардонности, с которой это все было обставлено. Кроме того, когда я пришла в пятницу получать приказ о своем увольнении, трудовую книжку, а предупредили меня о том, что такой приказ издан еще в среду, когда у меня были занятия в университете, и тогда я расписалась в том, что я с ним ознакомлена, но отдать мне его обещали только в пятницу тринадцатого. Дальше события развивались таким образом. В среду я свои занятия честно провела. Да, в четверг у меня по расписанию занятий не было, а в пятницу тринадцатого, хотя именно этим числом я и уволена, у меня значилась лекция у студентов первого курса западных отделений на тему русский язык и культуры речи. Я пришла с ними попрощаться, ну и, соответственно, после этого забрать в отделе кадров свои документы. В четырнадцать десять заканчивается эта лекция, в четырнадцать двадцать я пришла в отдел кадров, а сотрудница отдела кадров смотрит на меня с глубоким изумлением и вместе с приказом об увольнении трудовой книжки протягивает мне служебную записку от проректора Еремеева. В каковой служебной записке мне предлагается объяснить, почему я отсутствовала на занятиях. Повторюсь, на тех занятиях, которые только что закончились. Я с таким же изумлением смотрю на сотрудницу отдела кадров и говорю, вот она, я здесь, вот у меня в руках охапка цветов, которыми меня проводили студенты, что же мне бедному крестьянину поделать? Она, ну она-то ни в чём не виновата, она говорит, я не знаю, напишите, что вы ознакомлены. Я написала, ознакомлена, но занятия были проведены. Это, конечно, как вот говорят, нелюбимое выражение, потому что затёртая вишенка на торте, но это именно она, потому что даже если бы предположить, что какая-нибудь комиссия проверяющая пришла к началу этой лекции, меня там в аудитории не обнаружила, ну что уже невозможно, да, невозможно было бы за полтора часа написать эту бумагу, подписать её у проректора, отправить в отдел кадров, да, будучи уверенным, что сотрудник её получит. То есть это, конечно, было подготовлено заранее, кто-то был уверен, что она не найдётся, что такой идиотки, которая была в день на волнение, пришла читать лекцию. И я, конечно, была горда собой, уж простите, потому что, значит, так меня глубоко уважают, что кто-то ночей не спал, куска не доедал, а думал о том, как меня бы посильнее уязвить. Вот это меня потрясло, я говорю, больше всего. Простите, пожалуйста, я немножко представляю себе, как делались дела в советское время, а сейчас подобные порядки, вот исходя из ваших слов, я сейчас слушаю, у меня на голове волосы дыбом встают, насколько всё до буквы совпадает с преследованием инакомыслящих в СССР. Так вот, не подсуетились троечка всё-таки за исполнение ректората СПБГУ, потому что правильно было бы с их стороны вам вот в этот последний день пропуск аннулировать, чтобы вы не могли попасть на лекцию сначала. Нет, в этом я была, надо сказать, что в этом-то я как раз была глубоко уверена, что пропуск мой будет аннулирован, но нет, вот я была немедленно отсечена от расписания, от корпоративной почты, от прочих других сайтов СПБГУ, где нужен пароль, но вот про пропуск как-то забыли. Недосмотр, недосмотр. Я хочу ваше впечатление услышать, как, на ваш взгляд, что происходит в головах вот этих вот людей, не тех, кто подписывает бумажки, а хотя бы тех пяти членов этической комиссии или комитета, как он правильно называется, вылетело из головы. Комиссия по этике. А когда они подобные решения одобряют? Вы упомянули возраст этих людей, но все-таки не у всех с возрастом атрофируется впечатление, вот представление о должном. Да, более того, я это прекрасно знаю, потому что у меня есть 86-летний папа, который еще два года назад работал и был довольно большим начальником, причем в оборонной области, который не пользуется интернетом и смотрит час в день вечерние новости, как он и привык всю жизнь. Но при этом мой папа, будучи доктором технических наук и вообще вполне здравомыслящим человеком, не зомбирован пропагандой. Хотя, собственно, источник информации у него только один российское телевидение. То есть, мне кажется, что если мозг есть, то его никакой пропагандой не затуманишь. Но у меня нет обиды на этих людей, больших ученых, действительно больших ученых. Ну, потому что, наверное, им жаль терять какие-то привилегии, которые они имеют, будучи почетными профессорами. Потому что им как-то, видимо, я так, правда, осторожно говорю, потому что у меня нет никакой информации на этот счет, видимо, как-то объяснили, что такого ужасного я совершила. Поэтому они не слушали моих объяснений, когда меня спрашивали, как я посмела дискредитировать университет. Я, как мне казалось, вполне здраво им говорила. Ну, дорогие коллеги, вы, правда, настоящие ученые. Ну, вот представьте себе, что кто-то из профессоров рядом с вами, или не профессоров, неважно, стал бы студентам объяснять, что Земля плоская. Но неужели вы бы из соображений корпоративной этики стали бы ему поддакивать, а наоборот не объяснили бы студентам, что он неправ? Я не допускала никаких некорректных высказываний в адрес коллег моих бывших, Гришанина и Сахоновой. И это доказать совсем просто, потому что существует аудиозапись судебного заседания и ее расшифровка. Те немногие видеоинтервью, которые после суда я давала, и было-то всего два каким-то СМИ, я даже не знаю, каким, содержали ровно то, что я говорила на суде. То есть самое резкое, что я сказала, и в чем меня обвиняют, ну, как всегда, обвиняют извращенно, коллега Гришанина сказала, что я якобы назвала ее неуважаемым коллегой. Но это было не так, когда, ну, вы представьте себе, что в ситуации, что, да, ну, как бы это я сказала, теперь моя неуважаемая коллега, да, ответьте, пожалуйста, на такой-то вопрос, совершенно безумно. Когда у меня брали интервью, и я рассказывала о своем отношении, я сказала, мои коллеги, и тут я, к сожалению, не могу прибавить слово уважаемые, как мы обычно это делаем, но, будучи все-таки лингвистическим экспертом с большим стажем, я понимаю, что это разные вещи, сказать неуважаемый или не сказать уважаемый. То есть я говорю, что своим внукам и правнукам, надеюсь, я смогу рассказывать, что меня уволили первый в истории Санкт-Петербургского университета за сарказм, потому что формулировка этической комиссии содержала следующее объяснение, да, не за то, не за суть экспертизы, они меня рекомендуют уволить, а за саркастические высказывания в адрес коллег. Ну, это забавно. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Скажите, вот на ваш взгляд, те люди, которые эти решения, ну, фактически, ватируют, вот эта вот этическая комиссия, комиссия по этике, ну, они правда больше стали функционерами системы, чем учеными, и для них быть вот в духе и в курсе этой системы важнее, чем отстаивание истины. Я просто не могу в это поверить, потому что СПБГУ – это все-таки заведение с именем. Это не госуниверситет, который вчера из ПТУ был преобразован путем слияния с другим ПТУ? Марк, я не знаю, но у меня вот здесь вот есть один пример. Из пяти членов комиссии, которые там присутствовали, по крайней мере, с тремя, ну, у нас маленький город, маленький земной шарик, я так или иначе связана какими-то, да, связями, не с ними личные. Они либо не знают, либо забыли о том, что с кем-то из их родственников довольно близких я дружил или дружила, кого-то из их детей или внуков я учила. Но вот один, я не буду называть эти имена, кроме одного, потому что меня глубоко поразило участие ее в этом заседании. Это Дженевра Игоревна Луковская, она юрист, она педагог, выучивший в том числе и нашего президента. Она первый у нас в стране специалист по правам человека. И самое для меня важное, что она вдова замечательного ученого-филолога Сергея Гречишкина, с которым я была, ну, довольно мало знакома, но мы все-таки, он давно уже очень умер, но все-таки знакома и профессионально, и лично. И Сергей Гречишкин был в свое время уволен из Пушкинского дома за свои антисоветские взгляды. И тогда его коллеги Константин Азадовский, Александр Лавров отказались снять свое имя совместных с Гречишкиным публикаций. То есть они его не предали. И вот мне кажется, что Дженевра Игоревна память своего покойного и любимого мужа этим поступком предала. Очень грустная история, надо сказать. Продолжим под другим углом разговор на ту же тему. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы, посмотрите те способы, которые мы вам предлагаем. Нам очень нужна ваша помощь, потому что вы единственный источник средств, необходимых для продолжения работы нашего канала, для того, чтобы мы делали и выкладывали для вас все новые и новые программы, для того, чтобы у вас были разные точки зрения на то, что происходит, чтобы из них складывалась в конечном итоге ваша собственная точка зрения, чтобы она была выпуклой, объемной и выверенной. Посмотрите, там самый простой способ это положить деньги на мобильный телефон. Есть и другие варианты, более сложные, изощренные для тех, кто хорошо разбирается или для тех, кому мобильный телефон не подходит. Выберите то, что вам подходит больше, поддержите нас, и большое спасибо тем, кто это сделал. Мы существуем только благодаря вашей поддержке. И идем дальше. Вот как раз об этой поддержке. Я последнее время... Да, Господи, что последнее время? Буквально вот вчера, когда читал новости о том, что с вами происходит, вот на Фонтанке, как всегда, внизу подборка новостей, которые примерно совпадают тематически с темой главной публикации. И вот я просто подряд читаю, по теме, двоеточие. В соответствии с подпунктом Ж, из СПБГУ отчислили студента, защищавшего дом Басевича. Так, тут не имеет отношения. А вот суд прекратил дело против уволенного из СПБГУ доцента Белоусова из-за истечения сроков давности. То есть еще одно увольнение с доцентом Белоусом вообще громкая история была. Десять студентов СПБГУ могут отчислить за иронию над гибелью универсанта-добровольца. Это июньский заголовок. Там дело уже подошло к печальному финалу. За иронию. Видите, вас за сарказм, их за иронию. Причем это все та же комиссия по этике. И у меня отсюда вот такой вопрос. А откуда вообще взялась эта комиссия по этике? И во что превращается в УЗ? И что, на ваш взгляд, делать тем студентам, которые как-то испытывают ответственность за какие-то события, не только связанные со своей учебой, вон как за дом Басевича? Это рекомендация настоятельная всем просто пригнуться и молчать? Или все-таки есть какие-то границы чего-то допустимого, которые были переедены, например, вами или вот этими людьми, которые поиронизировали над гибелью универсанта-добровольца? Марк, у меня нет ответа на этот вопрос, честно. Потому что как была создана и когда комиссия по этике, я не знаю, никогда этим не интересовалась. Никаких официальных приказов по поводу того, что мы можем говорить и не можем говорить, нам не спускали, ну, кроме вполне себе оправданных. То есть нам было уже давно сказано, что от лица университета мы не имеем права давать комментарии, которые, ну, там, скажем, не согласуются с позицией университета. Но это если бы я выступала от лица университета, в ситуации с судом Натскочеленко, я выступала как независимый исследователь. То, что я аффилирована с СПБГУ, не имеет никакого значения. Я могла бы быть вообще свободным пенсионером, но если я свою квалификацию подтвердила, сообщив в том числе, что я училась в ЛГУ тогда еще, закончив его скразным дипломом, что я 40 с лишним лет работала в СПБГУ, то это все равно не позиция СПБГУ. Да, нам было сказано, что при случае, если в каких-то своих исследованиях мы ссылаемся на материалы СМИ или людей, признанных иноагентами, мы должны это как-то маркировать. Но это вполне нормальные, вполне законные такие требования. То есть никто нам не спускал приказов на тему того, что мы не имеем права принимать участие в каких-то там митингах по поводу Дома Басевича, скажем. Но, конечно, мне безумно жаль студентов, потому что, да и коллег своих, по многим причинам, потому что, вот честно скажу, я не ожидала такой поддержки, в том числе и такого количества подписей под письмом в мою защиту, которое, честно говоря, я правда не знаю, кто его составил, но, видимо, это кто-то из людей близких к судебной этой истории, потому что там приведена экспертиза стороны обвинений, моя экспертиза и решение членов комиссии по этике. И вот когда я читаю эти подписи, больше трёх с половиной тысяч, то меня потрясают даже не только мои коллеги, что вполне закономерно, не только филологи, лимбисты, которые вполне закономерно, может быть, да, знают, слышали моё имя. Меня гораздо больше потрясают студенты, вот сейчас хотел сказать, бывшие и нынешние, и понимаю, что про нынешние уже не имею права, да, давние, скажем, и недавние, но это тоже не так потрясает, как потрясают следующие, да, когда рядом с какой-то фамилией я вижу родственницы бывшего студента Друговика Должанской, или супруг выпускницы Друговика Должанской. Но самое потрясающее то, что там есть подписи людей, совершенно мне с незнакомыми именами, которые о себе говорят, что они студенты Гришанина и Сафоновой, то есть экспертов, против которых я выступала, видимо, об их квалификации и о любви к ним студентам это тоже что-то говорит. А такое количество писем личных, которые я получаю в разные мессенджеры и на почту, меня тем более глубоко трогает, и я даже вот когда в пятницу со студентами прощалась, да, я им сказала, что я благодарна случившемуся уже хотя бы за то, что многие слова, которые я в свой адрес слышу или читаю, любой человек, большинство людей имеет шанс прочесть разве что в некрологии. А мне случилось это вот раньше. Вот я получила сегодня письмо от студентки второго курса, которая пишет, что когда она в глухой сибирской деревне сидела и смотрела мои онлайн-курсы на открытом образовании, то она мечтала поступить, учиться именно у меня. А теперь, пишет она, мечта сбылась, а сердце разбито. И это, конечно, очень дорогого стоит. Я вот говорю, у меня у самого голос дрожит, потому что хотя я человек не сетиментальный, но и всем этим я тронута глубочайшим образом. То есть вот опять же беспардонность, университета состоит ещё и в том, что они выдернули преподавателя через месяц после начала учебного года и тем поставили в очень трудное положение и мою кафедру, потому что те курсы, которые вела я, требуются меня кем-то как-то заменить, а если иметь в виду, что среди этих курсов есть целая магистратура, филологические основы редактирования и критики, которые я когда-то придумала и на которые я читаю много курсов. Ну, в общем, так скажем, нет людей на филфаке, которые бы с лёгкостью могли эти курсы подхватить. Да даже если они это и сделают, что я никак не восприму, как штрибреферство, им будет это непросто. Вот так вот. И я всё-таки, меня вот не оставляют мысли по поводу того, как вообще всё это возможно. У меня складывается такое впечатление, что где-то в недрах СПБГУ работает не комиссия по этике, а комиссия по очистке, где какой-то неутомимый полиграф-полиграфович значит очищает, очищает, очищает вуз ну вот от тех, кто не подходит под какие-то общие мерки. И вспоминается высказывание вашего коллеги, литератора и литературоведа Зиновия Папернова. Он написал пародию, читал её и получал много хороших отзывов, но, как сам он заметил, я не обольщался хорошими отзывами, потому что знал, что те, кому это не понравилось, писали уже не мне. Вот исходя из ваших слов, складывается впечатление очень большой, очень серьёзной и доброй поддержки. Но ведь есть и другие люди, вот те, которые санкционировали ваше увольнение где-то на самом верху. А чувствуете ли вы вокруг себя, может, на факультете, среди студентов, каких-то людей, которые совершенно очевидно одобряют происходящее? Их много, они есть? Да вы знаете, я, конечно, с любопытством читаю всё, что обо мне пишут в интернетах. Это, как моя дочь говорит, эгосёрфингом заниматься, когда ты забиваешь свою фамилию в поиск за 24 часа, чего тебе где написать. Но понятно, что в каких-нибудь пабликах ВКонтакте, где публикуется эта новость, есть люди, которые пишут, да и правильно, так и надо, такие люди не должны учить наших студентов. Это мне довольно странно, потому что я во всех интервью и на заседании комиссии, когда меня спрашивали, поддерживали ли я поступок с Кочеленко, я абсолютно честно говорила нет. Вот ещё раз готова повторить. Нет. Мне очень жаль эту нежную, бедную, да, прекрасную девочку. Но то, что она сделала, я считаю, ну, так скажем, инфантильным, детским, неразумным, да. То есть вот сказать, что с моей стороны это было политическое высказывание, ни в коем случае нельзя. Я просто честно сделала свою работу. Вот как тоже я кому-то из журналистов недавно говорила, простите, что повторюсь, что будь я экспертом-химиком, и мне бы дали на экспертизу некую жидкость с вопросом, есть ли там яд, разве мне важно, это сторона обвинения или сторона защиты заказала мне эту экспертизу, разве мне важно, кто убитый и кто убийца. Я отвечаю на вопрос, есть или нет. И когда мне, как экспертку-лингвисту, задали вопрос о том, есть ли в текстах распространённых, даже не написанных, как мы знаем, с Кочеленко, признаки разжигания вражды и ненависти и признаки дискредитации вооружённых сил, я независимо от того, за я и своего или против я и своего, честно должна была бы ответить, и ответила, что нет. Ну, потому что их там правда нет. То есть это была всего лишь научная честность. Поэтому вот те, кто пишут, что так ей надо, ну, может быть, карма моя такая, да, может быть, я что-то в своей жизни плохого сделала, что меня так наказали. Но то, что тоже довольно забавно, только одну статью о себе, злобную, едкую, негативную, да, на просторах интернета, именно статью я прочитала. И комментарии этого же человека есть под, скажем, статьей обо мне на Фонтанке. Но я точно знаю, кто это. Это некий журналист Павел Виноградов, которого много лет тому назад, если не десятилетие, я тоже уличила непрофессионализмом. Почему я знаю точно? Потому что, хотя слова IP-адрес более-менее всем известны, но все же думают, что людей, которые могут IP-адрес отследить мало, ну, я среди них, даже если их и мало. Поэтому меня это тем более позабавило, что вот человека полтора десятилетия не оставляет ненависть ко мне такая, что он ходит по разным группам, да, и оставляет такие гадкие обо мне комментарии. Ну, это было ровно отлично. Но вот рядом с вами, по крайней мере, никто не подошел к вам и не сказал, да что ж вы такое там в суде сказали? Ну, кроме членов этической комиссии, никто. Ну да, членов этической комиссии мы оставляем за скобками в данном случае. И вы затронули очень важную тему, о которой тоже нужно поговорить отдельно. И я успею задать вопрос об этом, да, у нас в середине программы нам нужно сделать небольшой перерыв. Вопрос вот о чем. Вы говорите о том, что как эксперт вы обязаны сделать вывод вне зависимости от того, кто вам заказывает защиту или обвинение. Вам даже и знать это не надо. Но, как мне кажется, вот сейчас мы подошли к такой обстановке в наших судах и к такой обстановке, наверное, не будет большим преувеличением сказать, в нашем обществе, когда от эксперта требуется в первую очередь узнать, кто ему заказывает экспертизу и как ему в этой ситуации стоит себя вести, а потом уже смотреть на то, как мотивировать уже нужную точку зрения, исходя из заказчика. И вот скажите, вы правда не осознавали этого, когда выступали независимым экспертом? Вы не ждали, с чем вам предстоит столкнуться? Нет, ну это было бы слишком явным лукавством с моей стороны, если бы я сказала нет. Другое дело, что когда ко мне обратились адвокаты с Кочеленко, да, до этого я сама на баррикады не склонна была лезть, то есть это не было моим решением немедленно пойти и защищать Александру. Но так случилось, что действительно мои бывшие выпускники, близкие, мои бывшие коллеги, близкие, вот не побоюсь этого слова, с восьми сторон, я прямо вчера села, посчитала эти письма, ко мне обратились, зная, что я выступаю с лингвистической экспертизой с просьбой принять участие в этом деле. Я сказала, ну давайте поглядим. И когда ко мне обратились адвокаты и я прочитала тексты, которые мне предстоит анализировать, я согласилась. То есть если бы я увидела, что я не смогу быть честной, то я бы отказалась. Или если бы я, согласившись, написала такую экспертизу, которая не устроила бы защитников, они бы её не представили в суд. Понимаете? То есть здесь слишком много вот этих вот нюансов, потому что уже когда я прочла экспертизу Гришанины и Сафоновой, вот тогда я была готова идти с транспарантом, знаменем, со штандартом впереди всех защитников, потому что я увидела какой-то ужас, сделанный ими. Потому что мне правда, до сих пор я глубоко уверена, что это прямая дискредитация СПБГУ. Потому что если от имени СПБГУ представляется такая экспертиза, то это стыд и позор к моему родному возу. Небольшую паузу здесь сделаем и вернёмся буквально через пару минут. Я напомню, что в нашем эфире, в нашем выпуске сегодня Светлана Викторовна, Друговейка-Должанская, филолог, эксперт и уже можно говорить, к сожалению, бывший преподаватель кафедры русского языка СПБГУ. Далеко не уходите. Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами и с новостей. Это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так называется «Ищем выход» о Хаппетербурге. Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, те, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь. Ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам, другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. С вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, но более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Патреон, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Патреон есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Я напомню, что мы продолжаем. Мы — это канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин, и мы продолжаем разговор с преподавателем бывшим, к сожалению, преподавателем кафедры русского языка СПБГУ Светланой Викторовной Друговейко-Должанской. Светлана Викторовна, вот в той же самой судебно-экспертной области остаемся. Исходя из ваших слов, я так понял, что именно экспертиза другой стороны заставила вас, как ученого, высказаться и послужила фактически катализатором того, что было. Да. Ох, а скажите, пожалуйста, вот в принципе работа судебного эксперта-лингвиста, она, видите, с точки зрения обывателя часто выглядит как просто ну, какая-то формальность. Какая-то формальность в нашем сегодняшнем судопроизводстве, когда берется человек, которого, очевидно, хотят в чем-то обвинить, и, ну, по требованиям, так положено, обращаются к каким-то людям, которые говорят, да, конечно, что там, дискредитировал, не соответствует, не соответствует, ну, и так далее, и так далее. То есть, ставит галочки в квадратики, да, 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 да. В чем научность именно деятельности эксперта? Как эксперт может непредвзято определить, есть дискредитация или нет? содержит текст оскорбления или нет? Это же все очень-очень зыбко и очень трудно передаваемо. Да, боже упаси, это совсем не зыбко, потому что институт лингвистической экспертизы существует очень давно. И вот та же вот гильдия лингвистов-экспертов, ГЛЭДИС, в которой я имею часть состоять, разработала очень много методических пособий, разработок, сборников статей, учебников, монографий на тему лингвистической экспертизы. Да, хотя могут быть разногласия по поводу того, какие слова там, скажем, можно считать оскорблениями, какие нет, но эти разногласия ну минимальны, вот поверьте мне. То есть это правда действительно самая настоящая наука. И поэтому действительно, когда я прочитала экспертизу своих коллег, то я увидела, что там нарушены просто закон о экспертной деятельности, что они нарушают уголовно-процессуальный кодекс, а эксперт судебный, он обязан быть знаком не только с лингвистическими источниками, но и с юридическими источниками, регулирующими его деятельность. Ведь мы же все, представляя экспертизу, даем подписку о том, что нам известен закон о даче заведомо ложных показаний. И Гришанина Исафонова тоже, несомненно, такой подписку давали. Когда я увидела, что они не владеют методиками анализа лингвистического, ну, никакими, то есть они не анализируют этот текст, а тогда, когда они пытаются это делать, они делают ошибки, о чем я много раз говорила, потому что это правда первое, что облачается в глаза, на уровне школьной программы по русскому языку, то есть они неверно интерпретируют грамматику предложения, и они не видят... Ой, а можете пример привести? Да, пожалуйста, там есть был блестящий пример, 4300 российских солдат погибли в первые три дня. Они сказали, что это предложение безличное, то есть что это предложение, в котором нет подлежащего, то есть они не понимают, что вот этот счетный оборот 4300 солдат, он и есть подлежащий. Петя погиб, пять солдат погибли, Маша и Вася погибли, и 4300 российских солдат, такое же подлежащее, как во всех прочих предложениях. И на этом основании они делают вывод о том, что раз это предложение безличное, то там российская сторона представлена как действие, испытавшее действие такой вот темной стихии на себе. И когда во время судебного опроса я им приводила, ну, Гришаниной главным образом приводила примеры из грамматик и из школьных учебников объяснения того, что такое безличное предложение и спрашивала, согласна ли она с этими определениями, она отвечала, я согласна с тем, что я написала. То есть как бы, да, и более того, по поводу этого предложения там вообще была красота несказанная, потому что, хотя их об этом не спрашивали, они написали, что с точки зрения русского языка следовало бы сказать не погибли, а погибло. И когда я во время суда опять же у нее спросила, а вас не смущает то, что Розенталь с вами не согласен. Я назвала Розенталь, ну, потому что это всем известное имя, хотя ни один из ученых нормативистов, кодификаторов не был бы с ними согласен, на что мне Анастасия Николаевна Гришайна сказала, ну, как же, как же вы не заметили, что в приведенном мною списке литературы нет фамилии Розенталь. Ну, правда, только брови поняли, что я все время во время суда и делала, потому что, да, хотелось воскликнуть многое, но оставалось только жестикулировать и бровями, да, мигать. Вот, то есть, да, обнаружилось, что они не знают многих терминов лингвистических, которыми они оперируют, потому что им кажется, что таким образом они убедят суд, да, в своей компетентности, когда я, например, спросила, что такое пропозиция, потому что, ну да, это сложный, не школьный термин, но когда я у них спросила, что это такое, потому что в списке терминов у них его не было, но они им бесконечно оперировали, и мне, Анастасия Николаевна, привела свое понимание этого термина, я сплеснула руками и сказала, Анастасия Николаевна, поверьте мне, нет, нет, это совсем холодно, совсем не в ту сторону, про которую вы думаете, и поэтому, когда вы говорите пропозиционная цель высказывания, вы не понимаете, что у пропозиции, как у самурая, у нее нет цели, у нее есть только путь, но вот для наших слушателей можно привести простое такое определение, если это нужно, что такое пропозиция, пропозиция, это, в общем, кванты смысла высказанных, иначе говоря, в предложении настоящие эксперты сделали эту экспертизу, и в предложении неужели это настоящие эксперты сделали такую экспертизу, одна пропозиция, там говорится, что есть эксперты, и есть экспертиза, и они имеют какое-то отношение друг к другу, все, понимаете, то есть это не прагматика, не цель высказывания, а то, чем она, вот эти кванты, недаром я сказала, смыслы, которыми они наполнены, и они этого решительно не понимали, но термин им показался, видимо, красивым, более того, они не знали просто, как выяснилось тоже на суде, это мне тоже было довольно забавно, многих слов, которые лежат в области, ну, не лингвистической терминологии, а как бы, ну, в принципе, научной, потому что у каждой экспертизы есть раздел, который называется там список понятий, да, или перечень терминов, и когда я говорила, вот в вашем глоссарии, они на меня смотрели, как в афишу Коза, и говорили, у нас там нет глоссария, то есть они не понимали, что глоссария, это вот синоним списка терминов, и, конечно, меня это все бесконечно обескураживало, потому что мне казалось, что я буду разговаривать, может быть, с ангажированными, может быть, с предвзятыми, я не знаю, да, но все-таки коллегами, которых можно спросить, почему они так думают, а выясняйте, что они ничего не думают. Скажите, а как на ваш диалог реагировала судья? Ну, она во всяком случае не снимала мои вопросы, но точно так же она не говорила, вопрос не снят, да, моим оппонентам, когда они заявляли, а какое это имеет отношение к делу? Я задаю вопрос, они говорят, я не буду на это отвечать, потому что я считаю, что это не имеет отношение к делу. И тогда уже адвокатам приходилось реагировать и говорить, что вы обязаны ответить на этот вопрос. Ну, то есть, со стороны судей отношение было нейтральным? Ну, скажем так, да. Ну, я, честно говоря, была настолько сосредоточена на человеке, с которым я вела диалог в этот момент, поскольку вы понимаете, что при всем оптике, который у меня есть, это непросто, да, то есть руки у меня не дрожали, но сосредоточена, но я была вот сильно на этом процессе. Ой, я вас уверяю, по моему опыту присутствия на судебных процессах, если судья настроен ненейтрально, то это очень хорошо ощущается, даже, даже, даже слишком хорошо. А на ваш взгляд, вот, ваше выступление в суде, оно будет иметь какое-то значение на судьбу процесса? Какое-то влияние на судьбу процесса? Да, не знаю. Вы когда принимали решение о выступлении, вы держали это в голове? Или в первую очередь вас научная сторона беспокоила? Ну, меня, конечно, беспокоила научная сторона, в первую очередь, может быть, или в первую, во вторую, что-то поставить, на какое место я не знаю, я надеялась, что это поможет, но то, что сторона защиты, меня включая, надеются на то, что это поможет, в этом свидетельствует уже то обстоятельство, что сторона защиты заказала еще одну экспертизу лингвистическую. Лингвистическая экспертиза была призвана сравнить две экспертизы, стороны обвинения и стороны защиты, то есть мою. Эта экспертиза доктором наук Ирины Левинской уже в суде оглашена, и там она полностью поддерживает мою точку зрения и указывает на те же ошибки с экспертизой стороны обвинения, на которые указала я. И сейчас адвокаты уже заявили о том, что просят судью приобщить к делу еще одну лингвистическую экспертизу, которую написал, ну, я так скажу, эксперт уровня Бог, Игорь Венин-Жарков. Я ее читала, и она для меня тоже очень лестная, но самое главное, что она полностью поддерживает вот ту точку зрения, что никаких обвинений, что нельзя Александру обвинить в том, чем ее обвиняют, на основании этих текстов. Господи, я вас слушаю и ушам не верю, потому что такие усилия, таких людей брошены на то, чтобы отстоять человека от обвинения, в основе которого, простите, ценники, какие-то маленькие квадратики, бумажки в магазинах, я не знаю даже, сколько их человек-то увидело. И вот теперь все эти люди со всеми этими багажами знаний, со всеми этими должностями, со всеми этими учеными степенями, и все они брошены на то, чтобы от этих ценников человека отстоять как-то. Более того, ведь вот на суде, я не так, чтобы слежу за всем происходящим в мире, но на суде прозвучало от Сашиных адвокатов, что год, кажется, назад уже в Ижевске одну даму осудили за распространение ровно тех же самых ценников, и ей присудили штраф в размере, по-моему, 40 тысяч рублей. То есть за одни и те же слова и за одни и те же действия одного человека наказывают штрафом даже не очень большим, а другому грозит десятилетнее заключение. Это абсурд. Да. Ну, к сожалению, в последнее время наша судебная система дает нам много подобного рода вещей, которые иначе как абсурдом не назовешь, а я хотел еще вот о чем с вами поговорить. Вопрос достаточно давний, просто у меня не было возможности спросить об этом действительно человека, обладающего экспертными знаниями. Вот у нас язык общества меняется совершенно заметно. Это не умозрительные какие-то вещи. И если начинать с прессы, то понятно, что уже значительная доля СМИ употребляет вместо слова «война» слово «СВО», буква сочетания аббревиатуру. Значит, вместо взрыва у нас «хлопок», вместо пожара «задымление». И такое ощущение, что на самом деле вроде эти замены ни на кого особо влияние не оказывают. Просто все привыкают к тому, что, ну, теперь мы называем одно другим, и вроде все. Но вот на ваш взгляд, действительно, это не играет большой роли. Это играет огромную роль. Простите. Это играет огромную роль, потому что имя вещи – это суть вещи. То есть вот попытка замазать ту самую эмоциональную, ту самую составляющую, ту самую негативную оценку, которая содержится в словах «война», «взрыв», «гибель» – это очень важная вещь. Ну, вот мой учитель, покойный уже ныне, Владимир Викторович Колесов, когда-то приводил такой пример. Ну, представьте себе, что вот есть два… Ну, собственно, что представлять? Они и есть. Есть два слова – убийца и киллер. Они, в общем-то, называют человека, который одним и тем же видом деятельности занимается, простите. Но в то же время у слова «убийца», да, у него есть, в него вложена моральная оценка. «Убийца» – это ужасно, это ужасный человек. А киллер – это просто название профессии. Но есть дилер, есть брокер, но есть и киллер. То есть вот этой окраски, этого флёра у этого слова нет. Ну да, потому что оно заимствованное, но не только ведь в этом дело. Поэтому действительно называть взрыв хлопком – это значит сказать о том, что это не страшно. А вот в этом-то ужас весь и состоит, потому что это в действительности страшно. И понимать, что это страшно, человек, слушающий эту новость, читающий её, должен. Ну подождите, у меня тогда небольшое уточнение ещё к первой части того, о чём вы сказали. Всё-таки «убийца» и «киллер», наверное, какое-то время назад это замечание было справедливым, но сейчас я в заголовках вижу, допустим, такое словосочетание, как «Routube», значит, вот площадку для выкладывания видео, называют «убийцей Ютуба», например. Вот слово «убийца» тут у нас звучит, но даже негативные коннотации особо нет, наоборот, определённая гордость. «Routube», «убийца Ютуба». А Задаренко, например, было прозвище «телекиллер», и здесь негативная коннотация совершенно налицо. Если мы сравним «убийцу Ютуба» с «телекиллером», то «телекиллер», пожалуй, звучит страшнее. Нет ли изменения... Насколько верно ваше замечание относительно того, что слово имеет свой собственный смысл? Не стирается ли этот смысл сейчас? Ну, конечно, язык, поскольку явление развивающееся, он бесконечно развивается, то случается такое, и довольно часто, что у какого-то слова появляются иные, как лингвисты говорят, коннотации, то есть вот иная оценочность. Но тут у меня тоже из многочисленных реакций, есть такой пример довольно понятный. Вот если я своих современных студентов... Ну, простите, опять же, недавно еще студентов могла спросить, вот как вы считаете, амбиции – это хорошо или плохо? И мне 100% из 100, конечно, говорят, ну, конечно, хорошо быть амбициозным, прекрасно иметь амбиции, это значит надеяться на лучшее будущее. И я им говорила, что еще 20 лет тому назад, ну, хорошо, может быть, 30, в словарях русского языка слово амбиции характеризовалось только как неоправданные, неумеренные притязания на что-то лучшее. И так было на протяжении многих веков, потому что слово амбиции – давнее заимствование через польский и с французского, где оно вот такую же отрицательную оценку имеет. А в конце прошлого века мы его заимствовали как бы вновь из английского языка. Где у него такой оценки? Нет, да. И сегодня сказать, что быть амбициозным плохо уже никто не может, ну, кроме людей вот моего языкового поколения или даже более раннего. То есть с течением времени что-то со словом происходит. Но сам вот этот вот процесс замены одного на другое, которое делается сознательно в языке, публичном, очень хорошо показывает, что это делается не случайно. Именно с целью надеть на это слово маску, под которой все морщины и шрамы и оскал оказываются не видны. Красиво. Сейчас продолжим на эту же тему разговор. Я только к нашим слушателям еще хочу обратиться с обычным своим призывом. Мы здесь на слова маски не надеваем, а с каких-то слов их даже снимаем. Поэтому помогите нам, пожалуйста, загляните в описание программы и посмотрите, какие способы мы вам для этого предлагаем. Начиная от самого простого, положить деньги на мобильный телефон и на карту можно перевести, и даже с помощью криптовалюты можно сделать пожертвования. В любом случае все это пойдет на развитие и поддержание деятельности нашего канала, потому что именно благодаря вашей помощи он и существует. И огромное спасибо всем тем, кто уже эту помощь оказал. Продолжайте в том же духе. Если не получается деньгами, то поставьте лайк, подпишитесь. Это тоже очень помогает развитию и продвижению нашего канала. И большое спасибо тем, кто это уже сделал. Точно так же, как и спасибо за пожертвования. Это для нас тоже очень важно. Исходя из того, что у нас только что прозвучало, я так понимаю, что маску на самом деле на слово надеть можно. Но через какое-то время, наверное, люди все равно начнут разбираться. Или не начнут. Или эта маска на долгое время, а то, может, и навсегда. И у нас вот этот вот хлопок вместо взрыва, он прописался в языке. Тоже не знаю. Ведь для напечатанных текстов есть очень хороший способ. Когда такое слово, вот скажем, хлопок, забирается в кавычки, то очень хорошо видно, что пишущий дистанцируется от него. Он показывает, что он употребляет его не вполне в том смысле, в котором оно привычно в языке. Но точно так же в устной речи это можно выделить интонацией. Это не то чтобы совет. Но когда говорящий, пишущий аж узнает, что он это слово употребляет не так, как он к нему в действительности относится, это из текста видно. И еще вот об этом же. Вообще, насколько люди считывают информацию, которая автором закладывается теми же самыми кавычками, если вот те кавычки, о которых вы говорите, невозможно употребить из-за цензурных соображений. Ведь где-то я видел, я попытался сейчас найти, но быстро не могу найти, экспертизу одного из ученых, значит, вот в судебном заседании использованную, где шла речь о том, что слово, взятое в кавычки, я не помню, что это было за слово, по-моему, тоже относящееся к специальной военной операции, что оно выражает негативное отношение. То есть, вот этот подтекст попытались перенести, формализовать и предъявить суду в качестве аргумента. Ну, это, опять же, непрофессиональная оценка, потому что семантика кавычек описана в лингвистике прекрасно. Есть работа у Анны Залезняк, давняя, которая так и называется, семантика кавычек. И все, что кавычки могут привнести в значение слова, там подробнейшим образом проанализировано и перечислено. Эта работа, я бы сказала, базовая. Поэтому говорить, что это негативная коннотация, что приносит кавычки, может только, опять же, непрофессионал. Если вы верно процитировали то, что там было сказано. Вот почему я лишний раз подчеркиваю, что для того, чтобы заниматься таким непростым делом, как экспертиза, потому что от результатов того, что там было написано, из тех выводов, которые ты сделал, может зависеть человеческая жизнь, для этого нужно иметь, ну, простите, хорошее образование и хорошую начитанность, причем в текстах современных. Ведь бесконечно что-то новое выходит на эту тему. Вот только что в Москве прошла конференция, которая была посвящена судебной экспертизе, буквально на днях, да, и я в ней из-за событий, которые в моей жизни происходят, не участвовала физически, поскольку это было в Москве, но я смотрела эти доклады онлайн, мне прислали сборник докладов этой конференции, конечно, я все это буду читать, хотя, повторюсь, лингвистическая экспертиза в моей жизни была одной и главной деятельностью, вот на этой экспертизе по поводу дела Саши Скочеленко, Александра Скочеленко стоит номер 42, это я так сама для себя обозначаю, это значит, что я в своей жизни написала 42 судебные экспертизы, это, в общем, за 30 лет не очень много, но ответственность очень велика. А скажите, может ли эксперт формализовать подтекст, то есть то, что явно не написано, но подразумевается? Это так, а каким образом, как это вообще переносится на бумагу? Ну, существует такое понятие, имплицитная информация, то есть та информация, которая не выражена, но заложена, это вещь такая очень непростая, но мне трудно без текста конкретного об этом говорить, но это и грамматический строй фразы, и та лексика, то есть те слова, которые выбираются из синонимического ряда, да, они могут тут сыграть какую-то роль, да, ну, вплоть даже до таких вещей, но это проще, конечно, что самый главный вопрос, который отвечает лингвист, даже если он не задан, да, прямо вот следствием, является ли эта информация в тексте, да, переданная утверждением о факте или выражением мнения, потому что выражение мнения, да, оно свободно, человек совершенно способный, да, совершенно свободно может его выражать, а утверждение о факте, которое можно проверить, ну, тут уже может быть клевета и всякое прочее, ну, и тут даже... Ну, то есть оценивать можно, врать нельзя? Конечно, конечно, и тут даже такие простые вещи играют роль, хотя не только они, как, ну, скажем, водные слова, ну, или местоимения, да, если человек пишет, я полагаю, что Пупкин идиот, да, он выражает свое мнение, и даже если он говорит, что Пупкин идиот, поскольку, невозможно проверить медицинскими освидетельствованиями, да, идиот он или нет, и в какой степени он глуп, то это тоже утверждение мнения, простите, да, выражение мнения, поскольку проверить это невозможно, то есть тут очень много есть хорошо разработанных методик того, как это делать, хотя, повторюсь, что несворотливость в мае, начитанность в разного рода текстах научных, и не только научных, здесь совершенно обязательно. И у нас остается буквально две минуты, ой, я смотрю, уже совсем не остается, ну ладно, если что, этот вопрос отрежут при монтаже, я хочу еще попросить вас дать короткую рекомендацию всем, кто пишет или выступает, что сделать или чего не делать, чтобы эксперту было легко защитить вас в суде, каких слов стоит избегать и какие, наоборот, стоит внедрять? Ну, бесспорно, что следует избегать всякой оскорбительной лексики, причем это далеко не только матерные слова, но и слова типа козел, я не знаю, потому что это зоометафора, а зоологические метафоры тоже относятся к оскорбительной лексике. И, конечно, нужно всячески пользоваться словами, которые выражают твое отношение к говоримому, ну, скажем, возможно, думается, полагаю, что, потому что вот это как раз и будет означать, что вы выражаете свое мнение. Я желаю всем нашим зрителям и слушателям, чтобы вот этот совет никогда не понадобился, но на всякий случай его все-таки придерживайте. сегодня в нашей студии была преподаватель бывший, к сожалению, преподаватель кафедры русского языка Петербургского госуниверситета Светлана Друговейко-Должанская. Светлана Викторовна, большое вам спасибо. Всего хорошего и, надеюсь, еще с вами встретимся. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok